Участником дорожного движения является без исключения каждый из нас, будь то водитель, велосипедист или пешеход. Мы подчиняемся правилам дорожного движения, контролирует их выполнение сотрудники госавтоинспекции. И так уже 84 года. В торжественном собрании по случаю профессионального праздника, которое прошло в отделе ГИБДД Межмуниципального управления МВД России Щелковская, приняли участие временно исполняющие полномочия главы городского округа Щелкова Андрея Булгаков, депутат Мособлдумы Владимир Шапкин и другие почетные гости. Я хочу вас поздравить, пожелать успехов. Ваш отдел, руководитель, в целом все вы на хорошем счету, по всем справкам аналитическим, то, что я увидел за последний месяц. И в период, когда были ограничения, когда была работа специально связана с пандемией, вот нареканий в адрес госавтоинспекции в целом в Московской области, и особенно у нас, что меня волнует, не было вообще. Андрей Булгаков вручил наиболее отличившимся офицерам грамоты главы городского округа Щелкова. Хотя сегодня отличившимся можно считать, пожалуй, каждого сотрудника. На собрании не раз вспоминали совсем недавнее прошлое. Во время ограничений, связанных с пандемией и с пропускным режимом, на сотрудников ГИБДД легла повышенная ответственность – сберечь жизнь и здоровье не только тех, кто на дороге. Вы несете непростую службу. В любое время дня и ночи, в любое время суток, в любую погоду вы выполняете свою задачу с риском для жизни. И совсем недавно в событии говорят о том, что ваша служба и опасна, и трудна. Спасибо вам большое. С профессиональным праздником! Основные результаты работы госавтоинспекции – это снижение тревожных показателей, количество ДТП, погибших и раненых. Щелковскому отделу в этом году удалось этого добиться, отметил начальник отдела Денис Кравченко. Очень большие задачи и очень большая ответственность лежит на печах каждого сотрудника. Это самая первая, самая важная наша задача – это обеспечить безопасность на дорогах. Основной нашей целью является, чтобы и пешеходы, и водители вернулись домой целыми, живыми, здоровыми. Госавтоинспекция ГАИ была образована 3 июля 1936 года. В 1998 году ее переименовали в ГИБДД – Государственную инспекцию безопасности дорожного движения. Казалось бы, привычное всем название ушло навсегда, но в 2002-м в указ президента были внесены изменения, согласно которым оба названия – ГАИ и ГИБДД – стали считаться равнозначными. Ветеран службы Владимир Канахин 20 лет прослужил именно в ГАИ и именно в Щелковском отделе. Признается, что в это здание ему особенно приятно возвращаться. Когда мы работали в ГАИ, нас было 69 человек на весь Щелковский район. Мы находились где четвертая рота, в маленьких трехкомнатушках. Глава района нам выделил вот этот кусок земли. Мы через министерство и управление ГАИ пробили деньги. Соответственно, было построено вот это здание. Все массовые мероприятия, праздники, спортивные соревнования, профилактические акции – и это не считая повседневной службы. Инспекторы всегда на посту, чтобы мы на дороге чувствовали себя в безопасности. Ирина Микеда, Игорь Поляков, Сергей Максимов. Щелковское телевидение.